Кислород есть и доставляют его постоянно. Очередная партия из Кузбасса прибыла в Приангарии. Распределяют его сразу же по ковидным госпиталям, но и этого недостаточно для того, чтобы обеспечить всех. В Ангарске компания, единственная по производству кислорода в Иркутской области, узнав о проблеме, сразу же начала работать на полную мощность. Обеспечиваем медицинские учреждения, активно сотрудничаем с правительством Иркутской области в плане увеличения производственных мощностей. В ближайшее время планируем их увеличить, чтобы исключить дефициты медицинского кислорода в регионе. Для расширения производства закупают новое оборудование, проводят модернизацию площадки. Допустить нехватки кислорода нельзя. Сегодня наши потребности как минимум 26 тонн в сутки. Поэтому мы сегодня проговорили с компанией и я дал поручение, что в ближайшее время компания подготовит свои предложения по расширению своей базы. По производству кислородов. Со своей стороны, правительство даст гарантийное обязательство включить такую повестку федеральную для того, чтобы получить кредит под 1% связанный с лечением ковида. Компания готова к расширению к весне следующего года. Эти сроки не устраивают региональное правительство, ведь потребность существует сейчас. Глава региона Игорь Кобзев ведет переговоры с Минпромторгом о закупке кислородных станций и кислородных концентраторов партии порядка 400 единиц. Это поможет создать резерв на время модернизации собственного производства. Это такие устройства, которые способны выделять обогащенную кислородную смесь в палатных условиях для двух пациентов сразу. Мы подготовили коммерческое предложение. В настоящее время введем процесс по закупке этих концентраторов. Помимо этого, в регион доставили партию дорогостоящих лекарств для лечения тяжелых больных в реанимации и препараты для тех, кто лечится дома. Продолжение следует...